Расстрел под чужим флагом. Что говорят эксперты о теракте в Крокус-Сити-Холле? Никаких требований, никаких ультиматумов, никаких политических или религиозных заявлений. Людей расстреливали в упор, убивали ради убийства. Отрабатывали заказ. Теракт в Крокус-Сити-Холле был кровавым, хладнокровным посланием. Кто-то винит радикальных исламистов, кто-то украинские спецслужбы. Но сколько бы не было промежуточных звеньев, есть тот, кто держит цепь в руках. Исламский террор за деньги не работает. О причастности ИГИЛ. Военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми в проекте «В теме» на YouTube-канале Белта прокомментировал заявление о возможной причастности террористической организации «Исламское государство» ИГИЛ к теракту в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Один из террористов сказал, что сделал это за деньги. Но исламские террористы за деньги не работают. Исламский террор работает за идею. Если же речь идет о деньгах, то это не значит, что теракт был совершен из-за приверженности исламу, даже если сами террористы его придерживаются, сказал Кедми. По мнению аналитика, приверженность террористов к культуре ислама не говорит о том, что именно религиозные мотивы стали причиной массового убийства людей. Это проявлялось и в лозунгах «Аллаха-Акбар» и в попытке отрезать головы. Но и этого они делать не умеют. ИГИЛ делал это намного более квалифицированно, подчеркнул Кедми. Судя по кадрам, снятым во время теракта в Крокус-Сити-Холле, террористы не прошли профессионального обучения и не умеют обращаться с оружием. Они не знают, как пользоваться автоматом, передвигаться по местности, прикрывать друг друга. Это абсолютные дилетанты. Нет ничего сложного взять автомат так, как они держали его, и нажать на спусковой крючок. То есть они вряд ли профессионалы, заявил эксперт. Чтобы разобраться в этом теракте, нужно прежде всего узнать, что произошло точно, какие факты наиболее вероятны, а что являются домыслами, отметил Кедми. В отношении самих террористов есть определенные факты, которые были зафиксированы и самими террористами. Прежде всего, они все таджики, которые довольно плохо говорят на русском и также плохо понимают его. В настоящее время неизвестно, как долго они находятся в России, как сюда попали и чем занимались, сказал Кедми. Кроме того, отметил эксперт, террористы были завербованы через интернет месяц назад. То есть теракт готовился примерно месяц. Остается неясным, кто их завербовал и на каком языке с ними говорили. Нужно понять, говорили ли с ними на таджикском, каком-либо другом, восточном или русском языке. Потому что все это имеет значение. Если с ними говорили на русском языке, то к исламу эти террористы вряд ли имеют отношение, подчеркнул Кедми. На то, что террористы действовали непрофессионально, обратил внимание военно-политический обозреватель Михаил Ануфренко. То, что это примитивные животные, достаточно четко видно. Кстати, если посмотреть видео, которое они снимали сами и которые размещались на враждебных сайтах, то видно, что действовали они непрофессионально. Они передвигаются непарными группами, которые блокируют по разным направлениям пути отхода и не наносят массовое поражение, заявил эксперт в проекте в теме на YouTube-канале Белта. Ануфренко добавил, что жертвами стало значительное количество людей. Но если бы действия террористов были бы более профессиональными, то это количество выросло бы в разы. Если бы это были профессионалы, которые ни шагом бы ходили, ни крутились на одном месте, а блокировали выходы, поднимаясь наверх, отсекая, отгоняя людей вверх, то жертв было бы вдвое и втрое больше. Но они этого не делали. Там большие потери времени. Там именно нет организации. Заметил Ануфренко, приведя в пример тот факт, что человек забежал с ножом в один из холов и, обнарушив там людей, стал звать другого. Это не профессионализм. Тем более и оружие видно, что нечищенное, долго лежавшее где-то в схроне. Они не умеют им профессионально пользоваться. То есть цель убить стояла, а подготовки к убийствам не было. Отметил военно-политический обозреватель. Что такое массовое поражение? Ты стреляешь, человек падает, ты идешь дальше. Тебя не интересует, убит он или ранен. Твоя задача сейчас как можно больше людей лишить возможности передвигаться, после чего ты поджигаешь здание. Ничего подобного здесь не наблюдается. Он также обратил внимание на неподготовленность в других моментах. Смена машин, пути отхода. Ануф Ринка отметил, что в современное время найти людей просто в интернете, которые способны пойти на такое преступление ради денег, не составляет особого труда. Причем, по словам эксперта, это могут быть не обязательно азиаты, а граждане славянской наружности. И есть еще один маленький штришок, который пропустили. У нас все спорят, пытаются разоблачать утверждение американцев, что это ИГИЛ. Друзья мои, если мы согласимся, что это ИГИЛ, уходили-то они на подконтрольную киевскому режиму территорию. Ребята, значит, вы вместе с ИГИЛ. Потому что это еще одно ваше структурное подразделение, участвующее в войне с нами. Какая разница, где вы боевиков набрали? Заключил Ануфренко. Это почерк сегодняшних украинских спецслужб. О методах вербовки террористов. Методы вербовки террористов, которые совершили массовое убийство людей в подмосковном Крокус-Сити-Холле, напоминают методы СБУ или Главного управления разведки Минобороны Украины, считает Яков Кедми. Такой метод вербовки характерен для СБУ или Главного управления разведки Минобороны Украины. Такой же вербовкой по интернету занимался ИГИЛ. Но эта вербовка была не такой поверхностной. ИГИЛ вербовал сторонников, но не направлял теракты по интернету. А вот направлять теракты по интернету – это почерк сегодняшних украинских спецслужб, сказал Кедми. Кроме того, обратил внимание эксперт, американцы и их англосакские союзники пытаются любой ценой выгородить участие Украины в теракте в Крокус-Сити-Холле. Россия до сих пор официально Украину в этом не обвиняла. Россия обнародовала факты, которые вызывают большое подозрение в том, что Украина в этом замешана. Подчеркнул он. Кедми отмесил, что пока еще есть вопросы. Кто вербовал террористов и как именно это происходило? Есть вопросы по поводу того, была ли здесь исламская индоктринация или нет. Какое оружие они использовали и где его получили? Что они делали до того, как их завербовали? Пока все эти подробности не выяснены и не обнародованы, утверждать о причастности Украины или исламистов несерьезно, заключил Кедми. О возможной связи украинских спецслужб с радикальными исламистами в беседе с известиями заявил российский религиовед, доктор исторических наук Роман Селантиев. То, что украинские спецслужбы могли обратиться за помощью к одной из радикальных исламистских террористических организаций, естественно, с точки зрения украинцев, считает Селантиев. И тут, в общем-то, все в рамках их тактики, в рамках их логики. Исламские радикалы нас ненавидят, поэтому они самые естественные союзники украинцев, заявил эксперт. Селантиев не исключает, что в трагедии могли быть задействованы структуры, связанные с ИГИЛ. Это также могли бы быть таухидовцы, члены террористической организации Катиба Таухид Вальджихад. Это даже могла быть ячейка Джебхад Ан-Нусра, структура Аль-Каиды. Сейчас наши спецслужбы оперативно выясняют, кто они такие. Но в том, что это организация ваххабитского толка, сомнений нет. Они действуют в рамках одной доктрины. В то же время, по словам Селантиева, нападавшие могут быть подконтрольны и западным спецслужбам. Были случаи, когда американцы передавали нам сигналы опасности, и мы ловили ваххабитов по их наводке. Например, так предотвратили подрыв Казанского собора в Санкт-Петербурге, который планировали вот такие деятели. То есть они в некоторых случаях даже могут поделиться информацией. Предупреждение американского правительства о возможном теракте в России было слишком общим и не содержало конкретных данных, считает Яков Кедми. Иностранные агентства и даже правительства Соединенных Штатов говорят, что предупредили правительство России. Они сообщили, что возможны попытки теракта в общественных местах, где собирается много людей. Но это было 7 марта, за две недели до теракта. Ни 7, ни 8, ни 9 марта ничего не произошло. Никто не отрицает, что такое сообщение было. Но оно было общее, как заявила российская сторона, сказал Кедми. Как отметил эксперт, после таких сообщений никто не держит страну в боевой готовности неделями или месяцами. Это сообщение было слишком общим. Если у американцев были данные, то почему они ими не поделились? Задается вопросом Кедми. Михаил Ануфринка прокомментировал высказывание пресс-службы и руководителя Совета нацбезопасности Белого дома Эйдрина Уотсона о том, что Украина не имеет отношения к теракту в Крокус-Сити-Холле. «Когда у тебя есть халуй, полностью тебе подконтрольный, ты привыкаешь к тому, что говоришь от его имени. И зачастую ты не задумываешься над тем, что в данном конкретном случае ты от его имени заявлять ты не можешь. Ты сам себя разоблачаешь. Потому что если ты полностью в курсе всего, что они делают, значит, ты полностью несешь ответственность за все преступления киевского режима», сказал эксперт. «Заявляя, что это сделали не они, то есть все теракты остальные, предыдущие, у вас на карандаше, вы полностью точно знаете, что они совершены киевским режимом. Но конкретно этот каким-то образом не имя. При том, что, опять же, ты знать этого все равно не можешь», добавил военно-политический обозреватель. Ануфринка сравнил подобные заявления с оправданием маленького ребенка. «Представьте себе, у вас есть ребенок. Что-то произошло, неважно, хорошее или плохое. И вы говорите, что это не он. Наверное, вы сначала проведете дознание, вызовете этого ребенка, убедитесь, что это не он, что он находился в другом месте. А здесь автоматическое заявление сразу. Это не он. Откуда ты знаешь? Человек делает заявление, не подумав. Сразу надо кричать. Это не мы. Это не мои халуи. Убедительность этого после всех терактов, которые произошли, все взрывы, северные потоки, Крымский мост, убийство Дугиной, нулевая. И вследствие тот же киевский режим брал на себя ответственность за то же убийство Дугиной, заключил эксперт. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко в беседе с РТ отметил, что заявления официальных лиц США о том, кто стоит за нападением на Крокус и Тихол, являются несостоятельными. Заявления представителей Совета нацбезопасности США и других официальных лиц Вашингтона бездоказательны. Они делаются в попытке навязать свою версию, чтобы вывести из-под подозрения истинных, ответственных, тех, кто планировал и организовывал этот теракт, подчеркнул эксперт. Реальные бенефициары нападения на мирных российских граждан очевидны, считает аналитик. За этим терактом стоит Украина, главное управление разведки, которое организовало теракт, под чужим флагом. США скармливают версию о причастности к этому ИГИЛ, чтобы освободить Киев от ответственности за то, что именно он спланировал и осуществил этот теракт руками людей, которые вчера были задержаны, констатировал Коротченко. Использовать реакцию Москвы. На что рассчитывали организаторы теракта? Организаторы теракта в Крокус-Сити-Холле рассчитывали использовать реакцию Москвы для устранения разногласий в НАТО по поводу необходимости увеличения поддержки Украины, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегии безопасности и обороны профессор Стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эринель. Очевидно, что реакция России после этого нападения будет использована на устранение разногласий или колебаний по поводу помощи Украине со стороны ряда стран НАТО, а также на ликвидацию недовольства западного общества ростом расходов на противостояние российской угрозе, раздуваемой в западном общественном мнении, заявил эксперт. Президент США Джо Байден также мог тем самым вновь разжечь войну в Украине, увидев свое отставание от Трампа в предвыборных опросах, отметил Эринель. Индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности, Милку Лангара Бхадра Кумар считает, что теракт в Крокус-Сити-Холле был совершен, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в России. Такое мнение он высказал ТАСС. Цель только одна – создать атмосферу дестабилизации в России. Вопрос заключается в том, кто от этого выиграет. Исламское государство взяло на себя ответственность за это. Но есть проблема. Исламское государство само по себе является инструментом номер один крупных держав в геополитике. Указал собеседник агентства, обратив внимание, что в начале марта американское посольство распространило предупреждение о возможном теракте в общественном месте в Москве. По словам эксперта, крайне важно рассматривать случившееся в широком геополитическом контексте. Фон Ясин. Запад проигрывает войну в Украине, Россия одерживает верх, и это необратимо. Западная поддержка Украины уже не будет такой, как раньше. Некоторые западные комментаторы, даже некоторые западные политики выражают опасения, включая даже самого президента Макрона, что Украина может долго не продержаться. Эту картину, касающуюся сегодняшней России, нельзя рассматривать изолированно, сказал он. Как предположил эксперт, теракт был совершен, чтобы отвлечь внимание от победы Путина на выборах. Им слишком сложно смириться с тем, что он настолько популярен, и что за президентом Путиным стоит огромная консолидация общественного мнения в России, отметил он. Эксперт уверен, что Россия проведет тщательное расследование случившегося. Расследование покажет многие важные аспекты. Политическое значение этого события станет понятно только тогда, резюмировал он. Произошла мобилизация общества. Удалось ли террористам достичь цели? Михаил Ануфренко высказал мнение о том, удалось ли террористам в кругу Сити-Холли достигнуть своей цели, а также пояснил, что показали выборы президента в России. «Я не знаю людей, которые бы прекратили свою деятельность из-за этого теракта или из-за предыдущих терактов», сказал Ануфренко. На самом деле, те же выборы президента показали, что наоборот, произошла мобилизация общества. Можно с этим не соглашаться сколько угодно, но я знаю множество людей и здесь, и за границей, моих знакомых, родственников, которые по 20 лет вообще не ходили и не голосовали, а сейчас они пошли и проголосовали за Путина. Этот теракт приведет ровно к тому же самому, еще больше мобилизации общества. И то, о чем сейчас говорят тысячи людей, о чем пишут в соцсетях, это требование к власти именно мобилизоваться и принимать те меры, которых требует народ, отметил эксперт. Как раз обратная идет волна, потому что мы требуем наведения элементарного порядка, чтобы те, кто не хочет нашей победы, кто мешает, кому это безразлично, которые надеются отсидеться в своих кабинетах или в своем домике частном или еще где-то, были вычищены из власти. Чтобы законы принимались прежде всего в интересах, простите за откровенность, неблагополучия отдельного гражданина в глубине территории России, а в целях достижения скорейшей победы. И это приведет действительно к улучшению положения, в том числе человека, который живет в глубине России, добавил военно-политический обозреватель. В свою очередь эксперт Роман Силантьев обращает внимание, что сейчас в России наивысший уровень террористической угрозы, просто не все граждане это осознают. Трагедия в Крокусе напомнила, что были у нас теракты и в конце 90-х, и в нулевых, Норд-Ост. Но сейчас уровень террористической опасности выше, чем когда-либо раньше. Тогда были одни ваххабиты, а сейчас помимо них у нас еще есть Украина. При этом сотрудники силовых структур, численность которых мало изменилась, вынуждены заниматься своей работой, а также работой на освобожденных территориях. Чтобы восстановить полноценную защиту, нужно набирать десятки тысяч людей в МВД, ФСБ. Кадров не хватает катастрофически, сказал Силантьев в интервью «Известия». При этом та система обороны, которая выстроена в России, работает неплохо. В противном случае подобная трагедия случилась бы гораздо раньше, отмечает российский эксперт. Теракт – один из самых очевидных путей атаки на нашу страну. Уже не первый год планируется подобного рода преступление, просто большая часть была предотвращена. Если посмотреть сейчас полицейские сводки, то еженедельно ловят подобных товарищей с оружием и взрывчаткой по всей стране. Против нас ведется война на уничтожение, поэтому никаких ограничений у наших противников нет. Резюмирует эксперт. Продолжение следует...